Здравствуйте! В эфире программа Актуальное интервью. И сегодня мы говорим о молодежи, ее интересах и о том, как работают депутаты Чебоксарского городского собрания в этой сфере. Наш собеседник Валерий Антонов, депутат Чебоксарского городского собрания депутатов. Валерий Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Валерий Антонов. Депутат Чебоксарского городского собрания от избирательного округа номер 32 Московского района. Избран 10 октября 2010 года. Окончил Чувашский государственный университет с отличием. Трудовую деятельность начал судовым механиком на Дальнем Востоке. Затем в Чебоксарах работал юристом, заместителем генерального директора. В 2002 году успешно прошел президентскую программу переподготовки управленческих кадров для отрасли народного хозяйства России. С 2003 года по настоящее время генеральный директор предприятия. Президент Федерации инвалидного спорта по Чувашской республике. Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству. Член постоянной комиссии по экономической политике и инвестициям. В современном мире одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. Вот, Валерий Михайлович, скажите, насколько чувство патриотизма востребовано сейчас в нашем обществе? Ну, мне кажется, вообще патриотизм, он нужен всегда. Он должен быть, если человек живет, человек живет в каком-то сообществе, там, город ли это, республика ли это, ну, вообще, в любом, если есть какое-то сообщество людей, то патриотизм, он должен присутствовать. То, что там, наверное, где-то вот в начале 90-х что-то мы это потеряли, я считаю, что это большая ошибка, и то, что сегодня это возобновляется, и эта потребность как бы люди почувствовали, это правильно. Как в ваше время пропагандировали спорт и здоровый образ жизни? Да, вот когда вы сказали в ваше время, я так вот мгновенно перекинулся, это лет 40 назад. Когда я учился в школе или лет 35-40 лет назад, конечно, о патриотизме я не знал и не думал. И сейчас, конечно, с высоты своих прожитых лет, конечно, я могу сказать, что, на самом деле, тогда патриотизм существовал. И оно, как бы, человек родился, и он окунался в ту среду, где патриотизмом он был. И мы этим патриотизмом жили. Мы читали книги патриотические, мы читали газеты патриотические, ну, и так далее, и так далее. Все было, как бы, настолько привычно и понятно, что его даже, может быть, и не выделяли, этот патриотизм. Но, как бы, если читать сейчас историю, вспоминать, что было и как вообще было поставлено вот это воспитание патриотическое, конечно, это было, мне кажется, на самом таком, на хорошем уровне, на самом высоком даже уровне. По инициативе главы города депутаты провели встречи школьников столицы нашей республики с олимпийскими чемпионами. Все это было в рамках прошедшего международного спортивного форума «Россия и спортивная держава». Расскажите подробнее, как это было и что вообще происходило. Да, ну, понятно, вот этот наш форум, мы его можем назвать наш форум, потому что это, хотя бы он был пятый всероссийский, международный форум, но он проходил в Чувашии, в городе Чебоксары. И, понятно, мы, как депутаты, как жители города, не могли там находиться в стороне, но, на самом деле, были гуще событий всех этих. Мы участвовали в подготовке этих мероприятий, когда был период подготовки. Мы участвовали в самом процессе форума, ну, каждый по своей функции, конечно, и мы участвовали там, буквально вчера было такое подведение итогов. Что делали депутаты, как бы сказать, нам, вот, в группе депутатов были закреплены, за группой депутатов были закреплены олимпийские чемпионы. И вот мы их встретили в первый день форума, показали город, показали работу депутатов, показывали. Но самая главная задача была, ихняя задача, конечно, участие в этом форуме, но уже, как бы, участие через вот это проведение патриотической работы. Первый день мы, конечно, участвовали и в утренней зарядке со звездой, в параде спортсменов мы участвовали. Мы участвовали в открытии международного дня ходьбы. Вечером там в рамках этого мероприятия, уже среди школ были организованы спортивные соревнования. Мы участвовали в вручении наград. И, на самом деле, очень было интересно с этими легендами, наверное, легендами России, легендами Советского Союза, конечно, этим было интересно общаться. Но самое главное, мы что с ними сделали? Вот мы посетили три школы, и каждый депутат практически, вот, практически мы охватили 21 учебное заведение. Вот я лично посетил три школы. Что вот бросилось в глаза? На самом деле, наши школы настолько организованы, вот, в организационном плане. Вот один в 60-й школе, например, мы привели это дело в спортзале. Так, еще было, все это, так, церемония была, там, открытие этого праздника. Дети были в красивой форме. Вот этих галстуках, этих, вот, на форум же деланных галстуках они были. Да, они показывали номера, очень много интересных вопросов. Ну, общались вот с Красновым Александром Геннадьевичем, вот, с этим олимпийским чемпионом. Потом в 50-й школе мы формат чуть изменили, мы это сделали в классе. Тут собралось там, ну, 25-30 человек, именно любителей спорта, именно кому это интересно. И вот в таком формате это уже была такая беседа. И третья школа, у нас 17-й школе, мы в Нововижном районе были, там в актовом зале, там уже чуть по-другому. Но самое главное, что вот хочется мне отметить, и сами чемпионы отметили, вопросы наших детей. Вот даже они, они не дежурные вопросы. Я вот тоже, ну, сначала думал, директора там что-то подготовили, а на самом деле ничего не подготовлено. Вопросы настолько вот интересные и разносторонние. И я сидел и радовался, что, хотя и говорили там, вот, в одно, ну, был период, где патриотизм, как бы у нас, ну, меньше, может быть, присутствовало в нашей жизни. Но мне показалось... Активно пропагандировалось, да? Да, да, активно пропагандировалось. Но мне показалось, что это, наверное, что-то присутствовало. Но дети настолько были заинтересованы в своих вопросах, именно в здоровом образ жизни, там, патриотизма, там, служба себя в рядах российской армии и так далее. Были настолько вот интересные вопросы. И вот и олимпийцы оценили высоко. Ну, вообще, уже ни для кого не секрет, что в эту субботу в столицу нашей республики приезжают товарищи офицеры, сыны Отечества. Многие из них выходцы из Чувашии. Вообще, что послужило поводом для приезда? Во-первых, на самом деле, с сынами Отечества, якобы, многими из этих членов знаком. Они давно работают, давно, как бы, ну, делают такое высокое дело, доброе такое дело они давно делают. Они уже практически, вот, насколько я знаю, во многих районах республики они побывали. Я думаю, что, ну, как бы, наступило, во-первых, время в городе это сделать. И мы в субботу вот все готовы уже их встретить, провести в школах уроки мужества. Ну, и по соответствующему графику, по соответствующему плану мы готовы с ними работать. А зачем они приезжают сюда? Мне кажется, вот это неравнодушие, любовь к своей родине, малой родине, и, конечно, вот это вот чувство патриотизма, которое они воспитаны, и которое в них это много сидит, и они хотят этим чувством поделиться нашими школьниками. Они вообще к нам в который раз приезжают? Ну, практически они вот на 9 мая, вот сколько я уже, типа, да, сколько помню, ну, приезжающие вот последние, за последние 5 лет, они точно каждый год приезжают на 9 мая, это точно, они создают свою коробку, и вот они в этом торжественном марше проходят. Сынами Отечества настолько вот учувавшие крепкие связи, что их даже нельзя говорить там, вот они пришли, штучно их нельзя, вот они столько-то приехали. Это вообще идет такая повседневная, слаженная, четкая работа. В этот раз это уже как бы по приглашению главы города, это уже целевое, ну, именно вот провести уроки мужества в школах. Вот, по-моему, охватываются где-то около 30 школ, что ли, охватываются сейчас. Это очень такой важный момент. Привлечь местное население к решению проблем организации спортивного досуга, насколько я знаю, признана программа, федеральная программа «Дворовый тренер», которая начала свою реализацию еще с апреля 2009 года. Вообще проведение тренировок по наиболее популярным видам спорта во дворах и также на школьных стадионах это главная цель проекта, я так понимаю. Вообще, насколько эффективен идет процесс реализации этого проекта и какова роль депутатского корпуса в этом? С 2005 года, вот, как я стал депутатом, я провожу футбол у себя в округе, футбол «Игра народная». В рамке этого я каждый год, с 2005 года, каждый год провожу футбол. И когда в 2009 году появились дворовые тренера, то мне это очень сильно помогло. И вот начиная с 2009 года, мы уже эти соревнования проводим совместно с дворовыми тренерами. Я считаю, что, и на самом деле это очень правильное решение, что в любом случае нужен какой-то организатор. Вот я сейчас вспоминаю свое детство. Мы во дворах играли в футбол. Все во дворах играли. Да, играли в футбол, и мы играли как могли. А я считаю, что вот если был бы в тот момент, вот и тренер уже профессионально говорил бы там, «Валера, вот не так надо делать, а вот так надо делать». И многие из нас были бы лучше, более профессиональные бы подошли. Или, может быть, с нами беседовали о спорте вообще, прививали любовь к спорту. Этого не было. А то, что в 2009 году появились именно во дворах профессиональные тренера, это считаю очень правильно. И, конечно, за эти пять лет нельзя говорить, что какой-то взрыв произошел и все там. Но маленькие шажки, которые они делают, конечно, есть принцип порядка, 20% из них, наверное, скорее всего, хорошо работают, остальные 80% может быть даже и посредственно. Я не хочу какую-то оценку ставить. Но, тем не менее, наличие даже самого, скажем так, посредственного тренера во дворах – это очень хорошо. Как мы взаимосвязываем, у нас как депутатов депутатского корпуса и этих тренеров, вы можете задавать любому депутату вопрос. В принципе, я уверен, что любой депутат скажет, да, они нужны, они нам полезны, мы с ними совместно работаем. Поэтому я с коллегами тоже общаюсь. Для нас это очень важно проводить вот такие мероприятия. Еще одним из ярких примеров пропаганды здорового образа жизни стало решение правительства страны о возобновлении сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Как вообще вы относитесь к этому? И увеличит ли сдача норм ГТО любителей спорта, ну и вообще, в принципе, здоровых людей? Я думаю, что нормальный человек, по крайней мере, нормальный человек моего возраста, может быть, моложе, может, старше, конечно, мы это очень положительно восприняли. Именно что ГТО. Потому что, мне кажется, опять же, когда развалилось наше государство в том формате, который оно было в 90-х годах, как бы сказать, многие вещи, хорошие вещи, они были просто утеряны или на них не обращали внимания. А вот я считаю, что ГТО, нормативы ГТО, из той серии, они были просто утеряны. И, слава богу, их сейчас вернули. Потому что мы, когда в школе учились, для нас это, опять же, я говорю, мы родились, первый класс пошли, не знаю, ГТО. Это было как порядки вещей, его надо было сдавать, и мы его сдавали, у нас там значки, грамоты и так далее. Я сейчас, вот я лично готов хоть сейчас вот выйти, и готов на золотой значок это готово сдать. А будете сами принимать счастье? Легко, никаких проблем в этом не стоит, потому что вот этот залог, который был заложен родителями, учителями, школой, но и ГТО в этом формировании нас, как личности, она играла важную роль. И то, что сегодня это восстановили, и то, что сегодня его активно сейчас внедряют в массы, как говорится, это очень правильно. И единственное, опять, у меня есть, ну, есть у меня надежда, и у меня есть такое пожелание, чтобы это не было какой-то там компаниейшем. Вот сегодня придумали, и завтра потихоньку забыли. Вот важно вот это, чтобы стабильно это все росло, росло, ну, а результат это появится само собой. То, что, опять же, здоровые люди будут, здоровая нация будет, и на самом деле люди будут любить спорт. Ведь очень важно, чтобы молодежь понимала, что спорт надо любить с детства. На какие ваши инициативы молодежь откликается особенно активно, и вообще, как сейчас проходит приобщение детей к спорту? Опять, мне вот, когда вы этот вопрос задали, мне сразу в голову, что приходит. Мы, вот я лично, и вот с этого года, с 2014 года депутат Горбунов, Виктор Александрович Горбунов, потому что он у нас довыбирался, недавно он у нас депутатом стал, вот мы с ним вместе проводим, я уже его 5-6 раз я провожу, с детьми, маленькими детьми, с садиковского возраста, там, с 4-5 лет, мы проводим турниры по вольной борьбе на призы депутата Антона Валерия Михайловича. Почему я это делаю? Во-первых, мне на самом деле интересно за детьми следить. Ну, взрослые, там, понятно, там другой формат, а вот за детьми мне интересно следить. И там очень хороший тренер есть, который вышел на меня, говорит, давай, Валер, вот так попробуем. И мне это очень понравилось. И вот, как бы сказать, вот именно когда детей, ну, эти соревнования мы проводим, конечно, из этих детей, может быть, там, процентов, может быть, небольшой процент, большой спорт уже идет, большую борьбу, но сам факт очень интересен. Вот, откликаются, вот дети откликаются, ну, на футбол откликаются, конечно, на наши инициативы. Ну что ж, спасибо, Валерий Михайлович, большое за беседу. А я напоминаю, в гостях программы «Актуальное интервью» был Валерий Антонов, депутат Чапоксарского городского собрания депутатов. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова